В Торе говорится, что Каин мог напрямую слышать Бога. В какой момент человечество потеряло эту возможность? И как или что повлияло на это? Как это отразилось на физическом мире? Да, это огромная тема, огромный целый лифт цифр. В западной историографии это называется осевое время. Значит, осевое время — это концепция, которая говорит, что примерно в минус 500, ну плюс-минус 100, в минус 500 произошло кардинальное изменение человечества. До этого была мифологическая картина мира, а потом стала философская картина мира. Мифология, которая была до этого, вот не все цивилизации это пережили. Например, Египет, Девни и Вавилон, они не пережили осевое время, они сломались. А вот единственная цивилизация, кстати, сегодня единственная цивилизация, пережившая осевое время, — это Индия. Это в этом ее сила. Индия, Индия, феноменальная сила Индии как цивилизации в том, что это цивилизация до осевого времени. Это единственная вещь, Китай нет, Китай после осевого, а Индия до. Так вот, поэтому в минус 500 появились все современные типы философии. То есть, в Греции вместо мифов появилась философия, в Китае появился Конфуция и Лао-Дзи недалеко от этого, в Индии появился Будда, а в иудаизме, в Евреесте кончился Танах, то есть, кончились пророки и начались мудрецы. То есть, это переломный момент всего человечества, который называется осевое время. И это целая лекция огромная, изменилась вся цивилизация, и на одной ноге это не расскажешь. Но вопрос очень правильный, но ответ слишком длинный. В следующий раз нам, может быть, отдельно расскажут. Два часа лекции. Два часа.